Санкт-Петербург Санкт-Петербург Сегодняшнее утро начинается с беленьких грузей. Это очень важный момент, потому что белые грузи явились незадолго до нашей специальной военной операции причиной серьезных международных скандалов. Вот эти грибочки, только не промытые. Один известный оппозиционер наелся ночью под водочку, а в этих грибочках как раз находятся всякие полезные вещества. То есть два токсина, как у бледной поганки. И если их съесть непромытыми, то можно плохо кончить. Потому что там есть один токсин, который понижает сахар, с чем мы его госпитализировали. А второй токсин, который блокирует, собственно говоря, процесс использования ацетилхолиностеразы. В результате энергетический обмен падает, и как при бледной поганке может возникнуть такая неприятность, как смерть. Но здесь, в Таверни-Гроле, все промыто, поэтому я с удовольствием их ем. Так вот, сегодняшняя наша встреча посвящена очень простой проблеме. А как же грядущий апокалипсис? Дело в том, что не совсем недавно группа очень богатых людей, ну те, которые, типа Безоса и там известного кенгуру Маска, значит, собрались, позвали одного из выходцев из России, который должен им объяснить был будущее. Он, как все порядочные русские, уехавшие на Запад, торгует воздухом, то есть будущим, обязательствами, рассказами о том, как будет. Это обычно никогда не бывает, но продать-то можем. Что, собственно говоря, он и делал. Они его пригласили за очень большие деньги, отвезли на личном самолете, что для них, как вы понимаете, то же самое, что вам купить баранку. И с удовольствием послушали его о том, как надо строить подземные бункеры, обеспечивать водой, воздухом, как умело гадить так, чтобы не выходить наружу. Ну и прочие всякие замечательные вещи, которые волнуют всех слабоумных миллиардеров во всем мире. То есть, как спастись в случае апокалипсиса. То есть, апокалипсис в их головах больных превращается, естественно, в апокалипсис. Потому что идиотизм полнейший. Но, тем не менее, это все происходит в наше время и в реальности, а не в фантастическом фильме. Поэтому об этом нужно как-то поговорить. Ну, чего боятся-то все? Все боятся какого-то атомного апокалипсиса. Да после взрыва первой бомбы, я думаю, что основное, от чего мы можем все погибнуть, вся планета, причем очень быстро, от массовой бификации, которая смоет все население. Вообще, с поверхности планеты Земля, а не от того, что будет радиоактивное заражение. Что, собственно говоря, мы и видим сейчас. А что происходит на самом деле? На самом деле, все не так плохо. Ну, во-первых, ресурсы, которые долгие годы экономили европейские страны, американцы, которые, так сказать, только поддерживали видимость военного преимущества, эти ресурсы заканчиваются. Но когда кончаются деньги, как вы знаете, средства на производство этих железок, все такие истории ужасные, пугательные, они заканчиваются. Потому что всегда к пушке нужен солдат, всегда солдату нужна еда, одежда, и с нашей, и с их стороны. Поэтому чудес не бывает. Это очень дорогая вещь, и долго тратится на падение экономики мировой. Никто на это не будет. Это глупость. И ни одна война за всю историю человечества, на падение экономики, неважно, какая это была пуническая война, или там войны 19-го, 20-го века, не начинались. Поэтому, в общем-то, бояться нечего. Существует паника, конечно, связанная с тем, что грядет переустройство мира с разделением экономики на зоны. Но это болезненный процесс, и, собственно говоря, сегодняшняя вся резня, она связана с тем, что просто люди, которые еще совсем недавно могли управлять миром, по щелчку пальца, ничего такого не умеют. Почему? Потому что, ну, с одной стороны, финансовый олигархат потерял власть. Почему? По очень простой, обыкновенной причине. Цифровики, по-тихому возникнув из ничего, из просто цифровых технологий, постепенно перевели деньги граждан, которыми они пользуются напрямую, из банков, в свои системы. Результат. Мировая банковская система потеряла 50% клиентов. Это для нее равносильность смерти. Как следствие, они стали терять власть. Никто власть просто так не отдает, и за деньги борется до последнего. Ну, что, собственно говоря, происходит. Но, поскольку они утратили, собственно, власть, вся система мироустройства, разваливается. Из-за чего? Потому что для цифровиков абсолютно неважно, откуда придет, там, гульден, доллар, рубль. Из России, из Америки. За услугу, оказанную в Швеции, Швейцарии, Шотландии. Да им плевать на это. Они имеют отношение лично с людьми. А банки имеют отношение с государствами, с чиновниками и всем тем дерьмом, простите меня за мой французский, который сейчас, собственно говоря, процветает. Но это процветание на наших глазах заканчивается. Чем дело кончится? Как в картежной игре. Чем сердце-то успокоится? А успокоится очень простыми вещами. Мир будет разделен на зоны, которые никакого отношения к старой экономике не имеют. И мы с вами будем наблюдать дифференцировку валютных систем, которая, собственно говоря, уже началась. Смысл всего этого стоит в том, что, ну вот, например, те же итальянцы, они могут как-то хоть выжить. Ну, при долге национальном 150% валового продукта. Это о чем говорит? Они, естественно, сделают очень простую вещь. Они выйдут из Евросоюза, будут печатать лиры, как раньше. Будет там мешок лир, один доллар. Ну и все, это позволит нам сохранить уровень жизни населения. И так за кого не возьмись. То есть это экономисты пусть это вам рассказывают. Я не буду. Для нас другое важно. Для нас всех очень волнует. И вызывает спонтанную диффекцию война на юге России. Все это совершеннейшая ерунда. Потому что это просто временный инструмент, который так или иначе будет реализован. Неприятно, что убивают людей. Да. Но просто произошла страшная вещь с нашей страной. Причем ее сделали сами буржуи. Это феноменальная глупость. Они к тому коллективизму историческому, который у нас есть в стране, они добавили персональную ответственность. Ну как американские там в кино, там в Марвеле. Бегает стрекотом, мужик с крышкой от кастрюли всех побеждает. Какая-то девушка в бикини из легированной стали там скачет с голой задницей. Или какие-нибудь еще чудики, которые там персонально защищают мир. Или тот же Шварценеггер с десятилетия в десятилетие сражался с врагами. Эти придурки, я имею в виду западную цивилизацию, научили русских мальчишек вот таким образом относиться к персональной ответственности. Историческая коллективность у нас есть, а персональная ответственность увеличена на много раз. Результаты, что сейчас офицеры говорят, военные, профессиональные, когда к ним приходят мальчишки, которых учат стрелять. И они говорят, такое впечатление, что они все позаканчивали снайперские школы. Почему? Да потому что западная цивилизация научила нас думать про себя и от себя. Ну, приведу примеры, чтобы быть понятным. Ну, вот у нас был знаменитый матч, старшее поколение помнит, с Фишером. С Фишером играл Спасский. Ну, в те далекие 70-е, 80-е годы, естественно, Спасский продул Фишеру, что неудивительно. Вот у меня было однозначное впечатление еще до начала матча, хотя небольшой шахматист. А потом, спустя много-много-много лет, лет 20 с лишним, у Фишера деньги кончились. И его, по-моему, какой-то югославский миллионер уговорил сыграть матч-реванш со Спасским. Причем за бешеные деньги. Ну, поскольку у того деньги кончились, и он, значит, хотел поправить свое финансовое положение, он согласился. При этом Фишер даже шахмат дома не имел все эти 20 с лишним лет. Но у него спрашивают, как вы будете играть со Спасским, который играет в Божью неделю международные высочайшего класса турниры. Он говорит, ну как, я, говорит, все эти 20 лет о шахматах думал. И я много чего надумал за это время. А то, что этот играет все время, для нас это не очень важно. Бехеровка еще не есть. Бехеровка, на самом деле. Ну вот. Дальше что происходит? А дальше происходит так. А дальше происходит следующее. Они соглашаются играть. Играют где-то там в Средиземном море на острове. И, естественно, Фишер обдирает Спаскова пока клипку, окончательно закопав всю его шахматную плаву. Еще пример из этого же рода. Эти-то параномии. Когда люди не думают и думают. Наш знаменитый легкотлет, воевода которого, который в Бобслей был многократным чемпионом мира Олимпийских игр. Человек, который до этого в армрестлинге проявился очень сильно. Тоже многократный чемпион мира. В чем дело-то? С чего бы он? Дело в том, что он все время думает о том, что делает. Он мне лично рассказывал, что он многократно думал о том, как, просто двигаясь на тренировку, просто он, ну, его везли. Он думал о том, как он будет догонять автобус. Вот, ускоряясь, ускоряясь. И вдруг в один из прекрасных моментов он говорит, я понял, что я могу догнать. Он все время продумывал свои двигательно-моторные координации. Все, голова работала. Он не бежал, он думал об этом. Так же, как Фишер думал о шахматах. Результат чего? Он же ведь быстрее Кусейна-Болта выбегает из 10 метров. Вот вам, пожалуйста. Это когда человек пользуется своей головой для того, чтобы, во-первых, прогнозировать свои действия, а во-вторых, таким образом тренировать свою голову. Это важнейшее свойство человеческого мозга, которое дает колоссальные преимущества даже людям с посредственными способностями. А вот представьте себе, что сейчас наши призвали по мобилизации частичной огромное количество парней относительно молодых, которые все об этом думали. Вы, надеюсь, представляете, с чем столкнутся эти польские придурки? Я уж про украинцев говорю, не говорю, там они почти кончились. Что с ними сделают эти люди? Я бы на месте поляков начинал бы рыть профильные окопы вокруг Крякова, Краковскую, в райончик. Так, может быть, им повезет, и это останется от них. Потому что никакой Польши в сегодняшнем понимании никогда не будет больше. Они уже сделали все глупости. Будет Привислинская область, которая будет разделена, я не знаю, как там, между Минском, куда войдет, Вильна, или Австро-Венгрией, которая подомнет. Потому что эти все мелкие, мелкотравчатые страны, никчемные, ну, условные территории, они вообще никому не нужны, и никто их содержать не будет. Все эти времена кончились. А столкнутся они сейчас вот с теми людьми, которые об этом и во всем думали. Представьте себе масштабы катастрофы. То есть произойдет при противоборствах то же самое, что у Фишера со Спасским, то есть он обзерет, ободрал его, как ребенка. То же самое произойдет, как у воевода, который бегает сначала в голове, а потом физически при всех хороших данных, и показывает высочайший уровень. Ну, его же потом засудили, чтобы от него избавиться просто на Олимпийских играх. Но таким образом, в общем-то, перспективы неплохие, надо сказать. И беспокоиться особенно не о чем. Единственное, конечно, жалко людей, что пока до этих дураков в Западной Европе не дойдет, что пора сдаваться, и что граница между нами и Швецией будет сухопутной, что никаких чухонских республик, никаких привисленских государств, кроме российских губерний, не будет. И, к сожалению, будут тратиться силы, время и деньги. Вот это очень печально. А никакого апокалипсиса не будет, никаких нор рыть не надо. То есть, может быть, для Безоса и надо рыть норку, потому что много народу хочет до него добраться и поговорить с ним так коротенько. А для нормальных людей, которые живут своим трудом, таких проблем нет. Поэтому, господа, не истерите ни в коем случае. Пользуйтесь промытыми, хорошо промытыми груздями в проверенном месте, вот как я. И наслаждайтесь прекрасными напитками в замороженных рюмках. В данном случае это бихеровка. Очень способствует для интеллектуального развития, если оно у вас, конечно, есть. На этом до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok